Жизнь Венецианова и его живопись это настолько связанные и органичные вещи, что мы можем понять, какой жизнью он живет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Один из сыновей приехавшего большого клана переехал в Москву. Это был Гавриил Венецианов. Почему Венецианов? Потому что там, в Малороссии, прозвище было Венецианы. Они стали Венециану, а потом Венециановыми. Так вот, Гавриил Венецианов поселился в Москве и женился на дочери купца Калашникова. Стал купцом второй гильдии. И 7 февраля 1750 года у них родился сын Алексей. Он очень рано проявил способности свои, много перерисовал картину. Но все-таки основой его духовного развития были вот эти вот цветы, эти кусты, это близость к природе, это занятие, которыми занимался его отец, разъезжая по умениям близ Москвы и искупая эти цветы и кусты. Да, но хотя Венецианов никогда не учился в академии, оставаться недипломированным художником было невозможно. И в 1811 году по сумме двух работ и в автопортрет еще одной работы он становится академиком Академии художества. Конечно, на каждого художника мировая культура оказывала свое влияние, и другие художники. Но на Венецианова, конечно, наибольшее впечатление произвела картина Франсуа Гране, которая называлась «Внутренний вид Капуцинского двора в Риме». Эта картина висела в Эрмитаже и была приобретена в 1920 году Александром I, императором России. Венецианов часами, целыми днями проводил около этой картины в течение месяца, наслаждаясь и изучая то новое в перспективе, что было в этой картине. Картина пользовалась большим успехом не только у зрителей, но и у самих художников. И именно потому, что мастерством Гране было найдено новое качество перспективы. И вот что поразительно, что как бы Венецианов смотрит, изучает Гране, капуцинский дворик Капуцинского монастыря в Риме. А трансформируется это у него в великую картину, которую считают многие одной из лучших его картин, которая называется «Гумно». Причем для себя он поставил задачу, такую чисто любивую задачу. Я должен написать картину, которая будет висеть в Эрмитаже на той же стене, где висит Гране. То есть еще к тому же есть такое желание не уступить, не то что не уступить, а оказаться рядом, а может быть даже и выше. И вот он уезжает в свое имение, которое он приобрел с Афонкова в Тверской губернии и начинает писать картину. Для этой картины он специально строит Гумно. Причем Венецианов понимает, вернее видит, что тот эффект, которого достигает Гране, он в общем-то иллюзорность этого пространства, эта перспектива, она достигается световыми эффектами, неким фокусированием определенным. Венецианов выбирает совершенно другой путь. Он выбирает путь самого естественного, самого простого, натурального света. Но этого света в реальном Гумне не хватает, потому что этот свет попадает в Гумно только через дверь. Тогда Венецианов дает распоряжение и выпиливает всю стену. То есть это как бы превращается в сцену без четвертой стены. Мы видим Гумно без этой стены, залитый, с мягким, удивительным, таким лобовым, мягким светом, который, в общем-то, до той поры никогда не применялся в русской живописи. Эта картина произвела огромнейшее впечатление. Когда он ее закончил, в 22-м году он привез ее в Петербург. Но еще стояла другая цель, она должна была висеть на одной стене с Гране. А это мог решить только император Александр I. Тогда нашелся знакомец Венецианова, генерал Китин, участник войны 12-го года, который замолвил слово за Венецианова перед императором. Картина была куплена и оказалась на одной стене в Эрмитаже рядом с Гране. Вот это вот такое желание доказать и возможность доказать, но своим, не как Гране, не как кто-то, а как я умею, но умею не хуже, да еще своими методами. Получил он за это подарок от императора перстень с бриллиантом и пишет в письме, что картина, он пишет, что мое гумно очень хорошо принято в Петербурге всеми, кроме художников. Это вот опять вот та самая, та самая наша великая российская зависть, наше качество. Вот художнички видят что-то новое, видят, что да кто, да и не учился в академии. И еще от императора получил перстень, какое-то гумно написал. Да еще рядом с Гране висит, и еще нужно, чтобы это должно нравиться. Не нравилось, это вызывало конфликты, и в результате вновь был раздор, и опять Венецианов уезжает к себе в имение Сафонково, где продолжает работать. Причем работа эта впервые объектом его картин все время являются крестьяне, дворяне провинциальные, какие-то люди простые. И причем самое главное, что есть в этих картинах, в этом отношении, это величайшее уважение Венецианова к этим людям. И вот картина, о которой мы будем говорить дальше, картина Жнецы, это может быть не самая знаменитая картина Венецианова, но наиболее точно передающая, на мой взгляд, вот это отношение Венецианова к этим людям. Они косят, он с мольбертом рядом, они жнут, он тоже рядом здесь, они чего-то там хлеб убирают или вазы возят, он рядом. И то ли есть, то ли нет, уже вот этого барин едет, ой, вот этого не было совершенно, потому что он был среди них, он был как бы из них, и они были, и они себя видели на этих картинах, и абсолютно эта граница стерлась между ними. И, наверное, именно это дает ощущение, вот эта вот связь неразрывная дает возможность почувствовать в этих картинах поразительную совершенно глубину нежности к этим людям. Они не всегда красивы, они не всегда, иногда их позы несколько замершие, потому что им трудно позировать. Например, та картина, которую мы видим, жнецы, он ее подглядел в Венециану, он увидел, как брат с сестрой на отдыхе, на жатве, замерли, увидев на руке у сестры двух бабочек. И вот это вот ощущение сопричастности к миру, к живому, ко всему, эти две бабочки, эти две замершие фигуры, так поразили Венецианова, что он хотел их написать немедленно. Ну, бабочки улетели, и они испугались, и потом он их ставил для того, чтобы они позировали, и, конечно же, там была уже какая-то и неловкость, и наигрыш, и трудно было держать, но все равно вот это вот мгновение покоя и единения такого ритмического на этой картине есть. И мне кажется, что это с точки зрения, ну, как бы иллюстрации взаимоотношений внутри этой жизни между Венецианом и тем, кого он писал, описал он, повторяю, простых людей, крестьян, это замечательное гармоничное единение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 «Хорошо» 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 Валентин Александрович Серов Субтитры создавал DimaTorzok «Хорошо» 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 «И опять «Хорошо» 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 «Взяла сухую кисть «Пыталась дать совет тут пониже, тут так» «Серов тут же предложил ей кисти, краски «Ваше императрское величество! Прошу вас! Если вы делаете это лучше, делайте, пожалуйста, сами» Мне кажется, что, говоря об этом портрете, вернее, не говоря, а разглядывая этот портрет, мне кажется, что можно увидеть совершенно иной образ, нежели тот, который мы привыкли видеть и о котором привыкли знать, когда дело касается Николая Второго. Вот здесь мы находимся, это покой Зимнего Дворца, это в жилой половине, в жилой части Зимнего Дворца, это была половина Ее Императорского Величества, это был музыкальный зал, послушайте, какое эхо здесь. Здесь, естественно, часто бывал сам Император, а вот тут у окна был подиум, и с него, если на него подняться, можно легко было увидеть и Дворцовую набережную, и Петропавловскую крепость на той стороне Невы. Так вот, возвращаясь к портрету Серова, портрет написан в 1900 году, импература 32 года. Это молодой, полный сил император, великой державы, в руках которого судьба не только своей страны, но судьба Европы, в общем-то и судьба мира. И представлять себе императора, как полудурка, который записывает в дневник, что убил ворону, и подавать это, как знак его ограниченности и глупости, в общем-то, злой умысел, или, наоборот, недалекий ум. Потому что совсем за этим, уже в этом портрете видно, как за этой мощью ответственности, которая на этом человеке проглядывает живая душа созерцательного человека. Почему этот портрет получился таким домашним, таким естественным, таким интимным? Мало того, если мы посмотрим вот на это стекло, вот здесь, рукой императора, на сарапаны слова. Вообще в семье Романовых была такая игра, об этом не рассказывал великий князь Владимир Кириллович, незадолго до его кончины. Романовы и дети, и старшие играли, кто быстрее и ловчее напишет бриллиантиком на перстне что-нибудь на стекле. И здесь написаны слова, написаны через два года после того, как написан портрет, в 1902 году. Ники, так звали императора Николаев, семье и близкие люди. Тут написано, Ники, 1902, looking at the gussars, 17th March. Ники, 1902 год, наблюдая за гусарами, 17 марта. Ему 34 года. Если представить себе Петербург, 17 марта. Вообще, март в этом городе серо, слякотно, серое небо, дождь со снегом, промозгло, сыро. И вот стоит император на этом подиуме, смотрит вниз, наблюдает за гусарами, вот в этой погоде, в этом состоянии. И пишет колечком, Ники, наблюдаю за гусарами, 17 марта 1902 года. Если эту надпись соединить с портретом, с этим длинным взглядом в себя и вдаль, наверное, наверное, можно себе представить, не то чтобы представить, наверное, можно предположить, что император уже в это время мог предчувствовать какой-то тонкой нотой, тонкой струной своей душе ту страшную трагедию, которая случится и с Россией, и с его семьей. Потому что в 18-м году, летом, в Екатеринбурге, потом переименованном в Свердловск, по приказанию того же самого Свердлова, при молчаливом согласии Ленина, вся семья была уничтожена. Она была расстреляна без суда и следствия вместе с детьми, доктором Боткиным, прислугой и малолетним наследником, которого ждали. Вся страна ждала его. И он родился через два года после того, как была сделана эта надпись. Посмотрите на портрет Серова и умножьте этот взгляд на историю, прошедшую и историю последующую после написания этого портрета. В 17-м году, когда это здание было взято возбужденными и не всегда трезвыми матросами, у этого портрета были выколоты глаза от, так сказать, ярости, желания доказать свою приверженность новому режиму, а, в общем-то, банде, которая привела страну в полной катастрофе, долгие годы которой мы будем выносить на плечах своего народа. Никки, 1902, looking at the gussars, 17th March. Субтитры создавал DimaTorzok Удивительные люди. Они делают вид, что, разрушая все, они заботятся о благе Отечества. Но ежели даже допустить, что это их благо вдруг наступит, не они, никто не будет счастливым. Все будут несчастны, потому что их суть разрушения, их суть в отрицании. Они отрицают все для того, чтобы якобы построить другое, но ничего другого они построить не могут, потому что они только отрицают. Они существуют для отрицания. Но разве можно спасти Россию, отрицая ее? Ни один поступок не оценивается по импульсу, из-за которого он совершен. Они все время ищут в тебе нечто такое потаенное, глубокое и скрытое, известное только тебе одному и только на тебя благонаправленное. Они судят других по себе. Когда ты добр, тебя называют дураком. Когда ты хочешь порядка, тебя называют жестоким. Когда ты весел, говорят, что ты легкомысленный. Когда ты чем-то озабочен, тебя называют скучным. Как можно угодить людям, которые не хотят видеть в тебе ничего хорошего? Возможно ли им угодить? И нужно ли им угождать? Отец говорил, запомни, Ники, друзей у России нет. Понятно, когда у России нет друзей вокруг. Понятно и естественно. Но отчего же нет друзей внутри? Вопрос. Вопрос. Нет мне ответа. Вопрос. Вопрос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok